Был человек, послан от Бога, имя ему Иоанн. Первая глава, шестой стих. Евангелист, вначале сказав нам о Боге Слове, то, что было особенно нужно, далее последовательно и по порядку переходит к соименному с ним проповеднику Слова, Иоанну. А ты, слыша, что он послан был от Бога, не принимай его слов за человеческие. Все он вещал не от себя, но от пославшего его, поэтому называется он и ангелом, вестником, так как дело вестника ничего не говорить от себя. Слово «был» означает здесь не происхождение его, а именно его послание. «Был» послан от Бога, то есть его Бог послал. Как же говорят, что слова «будучи образом Божиим» в Филиппийцам 2,6 не выражают равенство сына со отцем, потому что к слову «бог» не приложен член «си». Вот и здесь, в словах «был человек» послан от Бога, совсем нет члена. Между тем, разве здесь речь не об отце? А что сказать о словах пророка? «Все я пошлю ангела моего пред лицом твоим, чтобы уготовить путь твой» – Малахия 3,1. Слова «мой» и «твой» указывают на два лица. Он пришел для свидетельства, да свидетельствует о свете. Что же скажет кто-нибудь, раб свидетельствует о Господе? Но не будешь ли ты еще более изумляться и неудоумевать, когда увидишь, что Господь не только получает свидетельство от раба, но и приходит к нему и имеет вместе с иудеями принимать крещение от него? Однако ж не смущаться и колебаться мыслью, а изумляться должно его неизглаголанной благости. Если же кто остается в недоумении и смущении, то Господь и ему скажет то же, что сказал Иоанну. «Оставь ныне, ибо так подобает нам исполнить всякую правду». Матфея 3.15 А кто и после этого стал бы смущаться, тому он скажет то же, что сказал иудеям. «Не от человека в свидетельство приемлю» Иоанна 5.34. Но если он не имеет нужды в таком свидетельстве, для чего же послан был от Бога Иоанн? Не для того, что он имел нужду в его свидетельстве. Говорить это было бы крайним богохульством. А для чего? Это и изъясняет нам Евангелист, когда говорит «дабы все уверовали через Него». А если сам Христос говорит «не от человека свидетельство приемлю», то да не подумают несмысленные, что он сам себе противоречит. Говорят здесь так, а в другом месте так. «Иной есть свидетельствующий о Мне, и знаю, что истинно есть свидетельство Его». Иоанна 5.32. В последнем случае он разумел Иоанна. А сказав «не от человека свидетельство приемлю», он тотчас присовокупляет и объяснение своим словам, именно сие глаголю «дабы вы спасены были». Как бы так он говорил «я Бог и истинный Сын Божий, единого со Отцем бессмертного и блаженного существа, и потому не имею нужды ни в каком свидетельстве. Хотя бы и никто не хотел свидетельствовать о Мне. Я оттого в своем естестве нисколько не унижаюсь. А так как спасение людей есть предмет Моего попечения, то я снизошел до такого самоунижения, что и человеку предоставляю свидетельствовать о Мне. А от этого по немощи иудеев, тем легче и доступнее для них могла быть вера в Него. Потому он, как облегся плотью, чтобы, явившись людям в Своем божестве без покрова, не погубить всех их, так и проповедникам о себе послал человека, чтобы слушатели того времени, слыша сродный себе голос, тем легче последовали ему. А что Сын Божий не имел никакой нужды во свидетельстве Иоанна для доказательства, довольно было бы ему только явить себя таким, каков Он есть по Своему существу, и поразить всех ужасом. Но Он этого не сделал, потому что, как я уже сказал, Он всех таким образом уничтожил бы, так как никто не был бы в состоянии вынести прирожение этого неприступного света. Поэтому-то, говорю, Он и плотью облекается, и свидетельство о себе поручает одному из соробов наших, все устрояя ко спасению людей, и имея в виду не свое только достоинство, но и благоприемлемость, и пользу своих слушателей. Это Он выразил и Сам, когда сказал «Сие глаголю, дабы вы спасены были». И евангелист, повторяя изречение Господа после слов, досвидетельствует о свете, присовокупляет, дабы все веру имели через Него. Как бы так Он говорил, не думай, что Иоанн Креститель пришел в свидетельство для того, чтобы придать достоверность учению Господа. Нет. А для того, чтобы единоплеменники Его уверовали через Него, что евангелист именно спешил предотвратить такую мысль, это видно из последующих слов, которые он присовокупляет. Он не был свет. Птих 8. А если бы Он прибавил это не для устранения такой мысли, тогда это было бы только излишним распространением слов, и скорее было бы тождество словия, чем изъяснение учения. В самом деле, сказав, что Иоанн послан был, досвидетельствует о свете, для чего же он еще говорит, не был он свет? Не без цели и не напрасно. У нас обыкновенно свидетельствующих бывает больше того, о ком свидетельствуют, и нередко признается более достойным доверия. Поэтому-то, чтобы кто не подумал того же и об Иоанне, евангелист тотчас, с самого же начала, уничтожает эту мысль и, исторгая ее с корнем, показывает, кто этот свидетельствующий, и кто тот, о ком он свидетельствует, и какое различие находится между тем и другим. Сделав это, и показав несравнимое превосходство последнего пред первым, евангелист уже без опасения переходит к последующему сказанию. И если что нелепого было в мыслях людей неразумных, все то тщательно устранив, он уже без всякого затруднения и беспрепятственно приступает к продолжению слова. Итак, будем молиться, чтобы при откровении таких высоких истин, при учении правом, и жизнь наша была чиста, и поведение безукоризненно, так как не приносит нам пользы учения, когда у нас нет добрых дел. Если бы мы имели и всецелую веру, и разумение Писаний, но если мы не будем иметь доброго направления в жизни, то ничто не спасет нас от гигиенского огня и пламени неугасимого в вечности. Как люди, делающие добрые дела, воскреснут жизнь вечную, так люди, дерзающие на дела злые, воскреснут для наказания вечного и бесконечного. Поэтому все попечение приложим к тому, чтобы в худых делах не погубить плодов правой веры, но по доброй жизни, с дерзновением созерцать Христа. А выше этого блаженства ничего не может и быть, чего и да сможет достигнуть, делая все во славу Бога, которому слава с Единородным Сыном и Святым Духом во веки веков.